На акцию против формулы Штайнмайера в Киеве вышли 10 тысяч человек 4.26.2019 года. Обновлено 14.41.6.2019 года. Ройтерс, Валентин Оганко. Против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019 года. Ройтерс, Валентин Оганко. Киев, 6 ок 3 новости. Около 10 тысяч человек в центре Киева на Майдане незалежности протестовали против формулы Штайнмайера по Донбассу. Правоохранители не зафиксировали нарушений, сообщает пресс-служба столичной полиции. В настоящее время там находится около 10 тысяч человек. Нарушение не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы на странице В. Facebook. На месте дежурит около 300 работников полиции, военная нацгвардия и работает полиция диалога. Как передает корреспондент, официальная часть акции уже завершилась. Вечи митингующих прошло под лозунгом «Остановим капитуляцию». Ранее контактная группа по Украине во вторник согласовала формулу Штайнмайера. Президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны. Было создано движение «Сопротивление капитуляции». Его представители призвали всех выходить на вечер в Киеве и других городах в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации. Порошенко устроил скандал из-за формулы Штайнмайера. Организаторы отметили, что эта веча является предупредительным. Они требуют, чтобы президент Украины не переступил красные линии во время урегулирования конфликта на Донбассе. Митингующие выступают против полной амнистии участвующих в конфликте на востоке страны, а также не сдавать украинские территории. «Мы хотим знать, что будет происходить, что подпишет президент на встрече в нормандском формате», — сказал бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза во время выступления на Вече. На Вече не использовалась партийная символика, несмотря на то, что со сцены выступали политики, в том числе и от националистических партий. Люди скандировали прочтелю и держали плакаты «Киев против капитуляции», — «Не сдадим национальные интересы», — «Слуга, выходи». «Народ пришел. Приглашаем 14 октября на Покрова прийти еще большим количеством и пройтись к офису президента», — заявил со сцены лидер националистической партии «Свобода» Олег Тегнибок. Организаторы Вечи призвали три фракции в Раде Бат Кивщину, «Голос» и «Европейскую солидарность» создать в парламенте межфракционное объединение «Оппозиционная платформа нет капитуляции». Кроме того, они призвали граждан направлять обращения президенту и депутатам с требованием не принимать и не подписывать инициативы, не отвечающие национальным интересам Украины.